Поехали. Какой я молодец. Я забыл головку прикрутить. Она лежит вот. Друзья, не пытайтесь за мной повторить. Я все делаю неправильно. А как делать правильно, вам расскажут на других каналах. Расскажут, но не покажут. Хе-хей, друзья, всем привет. С вами снова Серега. Сегодня, как вы поняли, у нас сегодня грандиозная мойка. Моем пивное оборудование. ЦКТ, который я еще не мыл ни разу. Так протер головами. Посмотрел чистоган. Идеальный. То есть, я не знаю, технических никаких загрязнений не было в нем. Он идеально чистый. Но все равно решил минут 10-15 погонять его. С щелочью. Пускай будет. Все-таки в нем будет мое первое пиво. Мое третье пиво. Но для него оно будет первое. Потом погоняю ПВК. ПВК-шку немал, ребят. С того дня, как перегнали этот. Специально немал. Видите? Наред. О, даже кислятель немножко попахивает. Вот, стенки все грязные. Душечек стоит уже дня 4. Сегодня у нас пятница. Перегон был на НБК в воскресенье. Начинался в субботу, а продолжился в воскресенье. Вот. На ПВК соберу весь обвес. Потому что все трубки мыть, как вы понимаете, с юшкой. Очень удобно. Буду гонять не только сипмойкой. Параллельно будет работать насос. Обвесной, который на обвесе работает. Вот. Как-то так. Итак, друзья. Начать решил с ЦКТ. Почему? Потому что у ЦКТ есть быстрый прямой нагрев. Мне надо разогреть будет моющий раствор до 60 градусов. Может даже чуть-чуть побольше. Ничего страшного. Я воткнул в дрожжевого ловителя. Уже ТЭН. Здесь у нас... Я купил себе 20 литров. 30 килограмм. Это 20 литров. Забыл, как он называется. Каустик. Съездил в гараж. Налил чуть больше пол-литра. Это 46% раствор. Мы будем из него делать 2%. Воды добавляем 10 литров. Точнее, в воду добавляем химии. Пол-литра. 10 литров воды, короче. Запутал я вас совсем. 10 литров уже горячей воды возьму с горячего крана. Нальем сюда. Выльем каустик. Разогреем до 60. Прямо во время циркуляции. Пускай разогревается. Ну и все. И потом горячим раствором уже. Горячий раствор перельем в ПВК-шечку. Блин, прикрытие. Что-то духан такой. Не очень. Сюда отдел... Точнее, не то, что отдел. Не стал снимать шпонт-аппарат. Потому что здесь есть возможность приоткрыть кран, чтобы вакуум не создавался. Либо наоборот, давление не создавалось. Надеюсь, что отсюда не полетит. Все-таки поднять и в сторону выгнать. Заодно помоется вот этот какого. Если туда брызги, вообще долетать будут. Все, друзья. Погнали. Наливать буду пятишечкой. Вот. Вода питьевая. А то подумайте, что из-под незамерзайки нет. Чтобы посмотреть, какой уровень у меня на 10 литрах. Мне просто это интересно. Все. Сейчас налью. Все покажу. Итак, друзья. Отобрал у Зойки перчатки. Правда, на мои сардерки они не очень налазят. Но, тем не менее, работать с кислотами и щелочами. Я уже, кстати, завел. Ну, не завел, не включил все автоматически. С кислотами и щелочами. Блин, она тяжелая прям. Полбанки такой чувства, что я гирю держу. Какая-то она прям неводяная. Температура воды там, я не знаю, может потихонечку как-нибудь подливать. Налили. Сейчас я вам покажу, сколько там объем получился. Где-то чуть больше он. Как от помутнила. Чуть больше полконуса. Это 10 литров воды. Где-то вот, чуть повыше. Вот так вот, наверное. Самое-то главное не сказал. Мойки сегодня будет принимать участие мой новый хампика. Подставку, к сожалению, не сделал. Не нашел резины толстой. Вот. Как вы помните, он с обзора, что он регулируется частотником. Ну, мы будем 50 максимум давать. Но, тем не менее. Головка моющая. Посмотрим. Посмотрим, как будет он работать на частотнике. Уплотнение поменяли на EPDM, который спокойно работает с не очень концентрированными щелочами и кислотами. Температуру выдерживает он более 100 градусов. Так что, тут ему вообще ничего не страшно. Краны у нас все закрыты. Все потихонечку включаю нагрев. И сейчас будем смотреть. Насос обязательно должен быть заполнен. Он не самовсасывающий. То есть, сейчас открою кран, и он заполнится, по идее, теоретически. Смотрите, как я укоротил ручечки. Блин, опасно как. В общем, сейчас соберу, включаю насос и включим нагрев. Вот, ребят, снял перчатки, еще ничего не включал. В общем, что, пробуем. Это вроде затянул. ЦКТ от компании Rectify. Это к тем, кто будет спрашивать. Хотя еще все равно будет этот, как его. Роликов будет много, но все равно. Классная цокотуха. Мне очень нравится. Ну что, поехали. Поставим. Главное, чтобы меня тут щелочью не прибило, если шлак лопнет. О-о-о-о. А эти 50. Что там творится, я уже не знаю. Опять же, насос. Насос работает бесшумно. Его вообще не слышно. Только ветерок от него идет. Задние трубели. Крутится. Такой вот разъем, чтобы можно было на мешалку переключать. Ну, чуть теплый шланг. Температуру можно, наверное, посмотреть. Сейчас. Итак, друзья. Вот только что включил. 28 секунд. 4,5 кВт. Термометр поставил вот сюда. О, вот тут вот что-то закапывало. И охранник забыл закрыть. Так или иначе, вода будет попадать на порт термометра. И все равно мы температуру увидим. Надо быстренько вытереть, да? Уфига себе какой-то. Зато промылся и краник уже. Этот кран у меня будет пробоотборник. Термометр там. Щуп термометра. Чуть не до середины емкости. Сделал Саша Рашко. В общем, ждем, пока немножко нагреется он. Все, и ничего. 20 минут гоняем. 20 минут гоняем, переливаем в кВК. Друзья, прошло совсем немного времени. Что-то стоит на месте, смотрю, и стоит. Здесь трогаю. Горячий. А он, походу, теперь всю жизнь оставшуюся свою будет показывать эту температуру. 27 минут. Вот, нагревается. Будет небольшая инеркция, да? Мы сейчас выключим с вами. На 33 масла есть. 54, 59. Как, греется вообще махом. То есть 4,5 кВт разогревает просто махом. Тем более, что там разогревать-то 10 литров. Вообще без проблем, я думаю. 56. Очень быстро. Все, я гоняю 20 минут его. Пускай журжит. Может быть, прибавлю чуть-чуть этих. Вообще шпарит. Кстати, тот второй мой насос, мне кажется, не слабее работает. Примерно так же. Шумно немножко, но шум опит вот от этого. Ой, я забыл. Остановить. Да. Ну вот, опускай крутить. Давление не создаётся. Кран открыт. То есть давлений там нет никакого. Ну, поэтому мы увидели. Не, не будем закрываться. В общем, 20 минут и переливаем в ПВК. 20 минут прошло. Выключаем. Сейчас посмотрим, как там чисто. Пока работала эта вся система. Я не знаю, как мне параллельно подключить. Вот сейчас колдую. Чтобы линию собрал всю пивную. Не знаю, как мне тут подключить. Сюда будет подключаться насос. Я знаю, скажут. Ой, ему диво там или ещё как-нибудь обзовут. Зачем тебе всё это нужно? Хочу я так. Нравится мне с железяками возиться. В этом хобби. Да вообще с железяками люблю. Вот. Поэтому сейчас перельём. Посмотрим, что у нас получилось. Что нет. Напомню. Он просто промытый. То есть я дробину сполоснул. Кстати, у меня ролик потерялся. Может фотография осталась. Где я перекачиваю дробину в канализацию. Как это всё было. Ролик, говорю, потерялся. Но конструкцию саму вам покажу. Просто элементарно. Побольше воды. Дробина очень жидкая. Она легко просто туда. С мешалкой вместе. Улетает. Только дай. Вот. Сейчас, секунду. О, собрал. Конструкция. Ну, вы понимаете, что это насос у меня стоит здесь на бабочке. Обычно. И выход сразу на пивную линию пошёл. Туда, кверху. Сейчас для мойки, чтобы кто-то скажет, да, можно было сначала помыть куб, потом подключить насос. Это же ещё лучше погнать. Это 40 минут будет, ребят. Вообще, честно, я первый раз мою. Не знаю, может, там от 20 минут-то не надо. Может, там 10 за глаза хватает. Тоже напишите в комментарии, если не трудно. Сейчас перекачиваю всё туда, пока всё закрыто. Промываю насосом обыкновенной чистой водой. Перекидываю насос сюда. Чё не сделаешь для любимого пива, да? Для хорошего пива. Вот. Перекидываю насос туда. Всё. И масло им там 20 минут. Хорошо, соседей нет дома. Вот так аккуратненько я отвернул, без единой капли. Ну, шланг пустой, понятно, что он до уровня стёк. Ставим процентов, наверное. Ну, давайте 6, посмотрим, что там сейчас пойдёт. Нет? Вот так. Все краны закройте, да, я её проверил. Это на 13% всё пошёл поток. Всё, кончилось. Работать, повторяю, нахолостую, но пустым ему нельзя вообще. Вот. Сейчас заливаю туда воду, споласкиваю. Щёлочь пускай здесь пока будет. Нам её хватит помыться там. Конус весь целиком заполненный. Прямо парите по окна. Как их? Прямо воногрело. Друзья, в общем, налил сейчас сюда воды. Это мы с вами перекачали. Щёлочь вам напарить. Налил сюда воды. Хотел споласкивать наверху. Наверху. Слышу детский гогот. Топот. Соседи приехали. Сегодня же пятница. Москва приехала. Поэтому сейчас я немножко ополосну, чтобы щёлочь не стояла в носу. Всё нигде. А процесс весь мы продолжим завтра с вами. Ну, хоть время ещё и детское. То есть до десяти я могу шуметь, но надо с уважением относиться ко всем людям, понимаете. К соседям. Кстати, соседи у меня классные. К ним вообще мы дружим. Претензий нет. Вот. Поэтому вот так вот. Люди устали. Наверное, с дороги пускай отдыхают. Я тут буду шуметь, греметь. Не надо. Сейчас ополосну. Кстати, ополосну. Ополосну всё прикрутил, да. Так вот, побыстренько. Минуты три. И вылью в раковину. Всё, ребят, до завтра. Доброе утро, друзья. Пришёл в винокуре. Сейчас. Так, этот ополоснул. Тут несколько раз. Знаю, многие скажут, надо было использовать для гашения, для нейтрализации щёлочи кислоту. Не ходься мне ехать в гараж. Там у меня есть нук. Тоже купил нука. Ну, ополоснул. Хорошо ополоснул, поверьте. Я думаю, что там ничего не будет. Теперь зачем мне нужен вот этот крам? Остатки. О, какая-то хрена. Понимаю, насос сейчас стоит чуть-чуть ниже. В нём сейчас останется. Но, теоретически, он будет стоять на какой-то подставке. И это всё будет выше этой штуки. Ну, представляете, вот сейчас вот щёлочи, да, там ещё что-то надо будет это утилизировать. Но, когда вы снимете, если к лампам, то тут вот брызги и фигизги. Так удобнее, так практичнее. В общем, всё, сливаю всё до конца. Перекидываю на ПВК. Кстати, ПВК разогрел уже пока. Сейчас ополаскиваю ухо. ЦКТ. 69 градусов. Вот. Переставляю ЦКТ. Уберу, чтобы он нам не мешал. Укачу стойло. И продолжим. И ещё одно, знаю, будут комментарии. Серёга, надо было на Дуксусской обработать, да, промыть. Заполнить ЦКТ углекислотой. И всё. И, грубо говоря, он законсервированный. Посмотрите, какая сказочная чистота. То есть, вон и был, понятно, не грязный. В нём ещё никакого пива не было. Но, тем не менее, просто показать. Круто, удобно. Недолго. Понятно, что рукой я... Люкова грибного нет сбоку. Рукой я туда бы никогда не залез. Наверное, вы ещё мойку увидите не один раз. Надеюсь. Ну и что, друзья. Всё, я подключил. Вот вам пример плюсов гибкого подключения. Кто-то говорил, что проще сразу на жёстком сделать. То есть, туда поставить кламп 2. Сразу и пускай висит, левитирует. Нет. Гибкое подключение. То есть, ты мобильней. Ты мобильней, да. Всё подключился. Кран открыл. Тут всё парит потихонечку. Это вчерашняя щелочь. Получилась она прям до этих окон. Ну, пофальшу, короче. Напомню, здесь грязно. Прям ужас, как грязно. Ну, чё, пробуем. Сам боюсь. Закрываем кран. Это новый. Кстати, вот смотрите. Вот эта кочерга. И вот эта вот кочерга. Маленький, компактный. Этот тоже обрежу. Это просто новый. Поэтому тоже его сюда воткну, чтобы он чуть помылся. Ребят, я каждый раз забываю нажать на кнопку. Открывал кран при вас. Но забыл, как нажать. В общем, открыл кран. Этот пока ещё не включал. Не знаю. Включил он этот сразу запотел. Включил промывку вот эту. То есть, это у нас, как я, пивная магистраль. Сейчас Вирпул шпарит. Я уже вам это всё показывал, но, к сожалению, не записал. Вирпул промывается. Все краны ещё промываются. Хорошо. Закрываем Вирпул. Открываем. Разбрызгиватель. Ой. Наоборот. Ему давления не хватало, поэтому он не брызгал. О. Щёлочная. Не знаю, стоит ли этими парами дышать. Окно открыто. Кампература 55. Ну и всё. Давайте вместе запускаем. Я его уже подключил. Всё. Этот пока выключил. Может, им вместе не хватит? Блин, рюкзак. Поехали. Какой я молодец. Я забыл головку прикрутить. Она лежит вот. Она мне прикручивается с той стороны. Сейчас, минутку. Ну всё, прикрутил. Руки помыл. Поехали. Всё открыто. Да. Грант открыт. Здесь открыт. Ну, видим, обоим плохой. Ну, вот так вот. Шонок сейчас съест все. Кстати, звук тише, да? Что значит? Утеплённый, но, грубо говоря, звукоизоляции тоже есть. Пенообразование ещё лучше небольшое. Давайте, выключим, пока посмотрим. Ну, нет, не надо. Зато всё моется, как хорошо. Можно попробовать порегулировать. Ну, допустим. Долго нельзя только. Давайте я буду комментировать. 15% вот так уголовка работает. 25%. 25%. Не процентов, а... Герц, герц, герц. 30%. 35%. 40%. На 40-ка луэфигачит прям, будь здоров. 45%. Ну и 50%. Можно, конечно, и 60%. Можно, конечно, и 60% здесь зафигачить. И 70%. Я боюсь, он что-нибудь накроется у меня. Он выдерживает 750 ватт. И насос 750. Как бы что-нибудь не произошло. Проще не усердствовать. И ваше оборудование будет, ну, работать долго и счастливо. Так, 45. Вот 50 сделаю. И пускай 20 минут повыскается. В чём плюс быстрого подключения? То вот сейчас я мешалку провернул на 180 градусов. Вот сейчас она будет опять мыться. То есть, из насоса выдернул, лоткнул мешалку и обратно. Так, ещё один косяк. Смотрите, какое стеклышко прозрачное стало. Ещё один косячок. Надо ставить какой-то сапун. Я так понимаю, иначе что-нибудь выдает. Блин, она прям нагруженная. О, то есть, одной рукой неудобно. То я придерживал, отворачивал. То есть, какой-то сапун должен быть. Я думаю, что надо. В общем, сейчас всё, в принципе, понятно. Вот уже минут 10, наверное, прошло. И это мой экспериментирует для себя. Мотаю на ус. Как в следующий раз лучше что сделать? В принципе, ничего, вообще ничего сложного тут нет. Вот. Шпарю дальше. Друзья, ну и всё, наверное. Минут 30 он у меня полоскает всё уже. 12,2. Выключаем тогда. Включаем. А, там этот какого. Разбрызгите, сейчас включу. Пускай вот этот минут 10 погоняет. Я понимаю, что потом будет варка, потом будет температура, всё погибнет. Но весь белок отмыть, ходься, вообще всё. Как вы понимаете, что щелочь разъедает, ну, как говорят, даже человеческий волос. Когда крот там заливают в этот, в канализацию. Все жиры, вообще всё, всё съедает. Ну, поэтому вот так вот безопасно. Давайте откроем опять Вирпул. Вирпул пусть помоется. Этот закроем. Сейчас открыт. Ой, вернее, открыт. Шпарит Вирпул. Кстати, щелочь, смотрите, жёлтая прям. Воронка в середине образовалась. Видите, воздух. Ну, засасывает воздух. Раскрутилась. И здесь пусто. Вирпул сам себя. О, охватнул воды. Видите, вот селёдки. Ничего туда не поступает. И он подхватывает воздух. Оп, струя. Прикольно. Друзья, ну вот, прошло ещё минут пять. Видите, он там какой. Осадок, не осадок. После последнего пуха. Видите, даже прокладка отстреливает. Вот здесь, в этом сейчас нет вообще ничего. Блин. В шланге. Мы его отсоединяем. Кладём в раковину. Блин, вот как-то надо его перевернуть. Вот так вот, что ли. Втыкаем десять. Пускай будет девять даже. Вот так вот. И щелочь заодно промоем канашку. Конечно, опасно всё без перчаток. Но вы знаете, я придурок. Не можно. Так она сливается. Вообще потихонечку. Канализация сейчас, представляете, жиры все. Правда, мы здесь не готовим на этой кухне. Здесь жиров-то и нет. Вот она, желтизна вся. Вся какашка и бяка. Так, насосу пустому работать нельзя. Дальше чего? Дальше чего? Открываем вот этот кран. Открываем вот этот кран. Открываем вот этот кран. И у нас пошло опять набираться. Пузырьки там какие-то пенка. Вот сейчас чуть наполнится. Ещё раз солью. Потом наполню его ещё разок. Это горячая вода, я говорю, подключена. Опять включу сип-мойку. Всё ополоснётся. И будет круто. Наполняется, смотрите. Чистенькой водицей. Можно даже вот сейчас потихонечку включить. О, желтизна опять. Можно пизнуху пока включить пушкой. О, пизнуху промывается. В общем, вот так вот я думаю, пердячим паром-то мы сейчас всё и ополоснём. Ну, конечно, не пердячим паром. Здесь всё просто и легко. Ручки сухенькие. Ничего не трогаю. Всё моется. Ребят, сейчас вот ополоснул уже второй раз. Вот появляется, получается, белый налёт. А температура у нас вообще вода жёсткая. П.А.Ж. Ну, по весне он там 8,5. Обычно 8. То есть это всё меняется со временем года. Да-да. Не смейтесь, не улыбайтесь. Я подумал, чтобы за нуком не ехать. Нейтрализую-ка я оставшиеся. Эту, как её, щёлочь. Да, вот лимонной кислотой. Вот так вот она и хватит. Сейчас ещё с лимонкой фигак, но уберётся весь камень. Я думаю, вода ещё тёплая. Вон, 46 градусов. Вот так вот. Сейчас слупано, споласкиваю всё и подведём небольшой итог. Про пивную арматуру тоже не забываем. СИП уже сполоснул с лимонной кислотой. Сейчас вот вирту споласкивается, как эта шляпа, он вылетел. Хлопья. Этот стал прозрачным. Был немножко мутноватый. Давайте вот этот вот. О! Этот ещё промоется. С лимонной кислотой. Так. Сейчас. Сейчас. Хотя фиксим по чистоте, ладно. Это мы потом и так подведём. Классно? Классно. Ну и что, друзья? Вот я смыл лимонную кислоту всю. Блин, вы посмотрите. Ой, красота. Всё блестит, как готовы. Помидоры. Чистота. Чисто. Слышите, да? Ну, вот, говорится, если намочить. Прямо как тарелочки из посудомойки. Блеск жужоба. Всё слил. Осталось слить вовсу узла. Опять так же подставляю под краник. Ну, в общем, тут уже неважно. Тут быстренько всё сделаю. Какой вывод могу сделать? Оборудование. Затея это вообще полностью рабочие. Сто процентов. Кто-то скажет геморройно. Может быть, для кого-то геморройно. Для меня больше геморройно в каких-то щелях выковыривать. Вот эти остатки зерна. Там ещё что-то. Щёткой вот это всё марафетить. Ну, я думаю, мы должны облегчать свой труд. Во-первых. Во-вторых, опасность работы щёлочи. Вот я сейчас руки кремом на мозг уже. Присутствует. То есть здесь я себя обезопасиваю. И плюс свой физический труд не использую. Труд только в том, что открутить кламп, скинуть его туда, либо переключить с СКТ на это. В общем, мелочёвка. Причём приятная мелочёвка, которой я рад. Которая доставляет мне удовольствие. Крутиться и вертеться с этими железяками. Что хочу сказать. Сказать спасибо. Опять же, всем, кто принимал участие во всей этой грандиозной стройке. Саша Рашко. Ваня домашний погребок Ampica. Тоже однозначно огромное спасибо. Тут не обошлось и без rectify. А как я точно самый главный-то у нас токотуха-то от rectify. Вот. Компания rectify. В общем, ребят. Всех-всех-всех. Первачок магазин. Блин. Тут множество людей приложило свою руку. Блин. Всё круто. Всё работает. Всё работает. Есть чем гордиться. Есть чем похвастаться. Вот. Ну. А я скоро буду варить пиво. Точнее. Я-то уже скоро. Но ролик, когда вы увидите. Не знаю. Через недельку, через полторы. Всё, друзья. На этом разрешите откланяться. Хочу попросить вас подписываться на канал. Поставить соответствующую оценку этому видео. Понравилось оно вам или не понравилось. Можете подписаться на канал Яндекса. Там видео выходят на два дня раньше. Скажите, достал ты уже всех своим Яндексом. Ну, ребят, хочу развивать оба канала. Вот. Когда-нибудь YouTube можете закроется. Вот. Приходите к нам в группу Telegram. Там тоже много полезной информации. Кладись. Кладись знаний. Некоторые люди просто шарят в этом. Есть у кого поучиться. Есть кому рассказать, передать свой опыт. В общем, всё, друзья. Вкусных вам напитков. Здоровья во все органы. Ни голов ни хвастов. С вами был Серёга. Пока. И, как всегда, я что-то забыл. Не забывайте насухо протирать оборудование, чтобы оно не стояло у вас сырое. Ну, я так не люблю, по крайней мере. Я сейчас всё равно хотят температуру. Смотрите, он уже высох. Вот есть небольшие капельки. Температура вон, 45. В рубашке ещё тепло. Вот. В ЦКТ я не залезу, оно высохнет так. Но всё равно старайтесь все к лампике протереть. Вот. Вот такую вот штучку. Вот здесь может появиться ржа. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok